Добрый день. Я, наверное, вот сюда отойду, чтобы я видел то же самое, что и вы. Меня зовут Степан Овчинников, я руководитель компании Интерволга. Честно, я не очень уверен, что знаю, почему меня попросили об этом рассказать. Собственно, предмет рассказа следующий. Управленческая отчетность веб-студии, ну и методы управления ей. Я скажу две вводных мысли. Управленческая отчетность – это то, на основании чего принимаются решения. Соответственно, вот подумайте, какие решения вы у себя принимаете и подумайте, какие числа для этого вы хотите собирать. Я сразу предвосхищаю огромное количество вопросов одинаковых, которые мне будут заданы. Я скажу, что те показатели, которые мы собираем, мы собираем не так, как это делают большие, взрослые, очень хорошие и правильные компании вроде Кисофта, вроде Notamedia, вроде группы Тикарт, которые считают абсолютно все и знают вот все. Это довольно дорого. Мы собираем только то, что надо, анализируем это тогда, когда хотим проанализировать, и это нам стоит почти ноль рублей. Это очень важно. Я немножко начну издалека. Для кого я рассказываю? Я рассказываю для тех компаний, которые вот прошли этот самый первый этап просто и растут от десяти, ну и до ста. Вот у Сергея Рыжикова есть такой прекрасный доклад от десяти до ста. Вот я про это же. Когда у вас меньше десяти сотрудников и у вас проблемы, это дело не в управленческой отчетности, это вопрос вашей личной организованности, как мне кажется. Необходимо на этом этапе все еще необходимо самому делать все продажи, самому быть менеджером всех проектов, думать, думать только о системном менеджменте. И вот на этом этапе задача номер ноль – это перестать работать самому. В 2009 году один очень толковый бизнес-консультант мне сказал, Степан, прекращай работать с клиентами сам. Я говорю, почему? Ну я же такой замечательный. Он говорит, во-первых, ты это плохо делаешь, у тебя времени не хватает, ты косячишь. Во-вторых, вместо этого ты должен, наконец, научить своих работать так, чтобы они работали нормально, а ты бы развивал компанию. Не надо делать самим, учите других. Вот это от 3 до 10, не буду даже говорить про управленческую отчетность. Вот вторая стадия – это от 10 до, ну до скольки, я не знаю, может быть 20, 40, 80, когда, сколько вы хотите. Давайте идти от проблем. Вот проблема номер один – это, конечно, объем информации. Этот объем взрывает вам мозг, вы не можете физически контролировать все те процессы, которые у вас происходят. Вам строго необходимы менеджеры. Я знаю очень много компаний, руководители которых говорят, я самый лучший менеджер проекта, я самый лучший тех лид, я буду вести этот проект. Вот на этом этапе надо заступить на горло своей песни и начать делегировать. Конечно, эти ваши, кому будете делегировать, будут делать это поначалу плохо, но тем не менее, это необходимо начать делать. Второе, вот про это мне не рассказывали, мы вляпались в это очень сильно и долго боролись и продолжаем бороться. Веб-студия большая – это конвейер. У вас есть продажи, производство, сдача, сопровождение, вовремя успевать все это пиарить. Вы обязаны построить конвейер, это, в общем, банальный тезис. Вы обязаны сделать так, чтобы объемы примерно совпадали. Ну, может быть, я долго тупил, но я вот только года три назад додумался до простейшего тезиса, что объем продаж, который мы планируем на квартал, должен примерно совпадать объему выпущенной, ну, в рублях, в часах, в сайтах продукции отделом разработки. Этот же объем, ну, минус те, кто отвалится, встает на маркетинг и встает на сопровождение, но эти объемы должны строго синхронизироваться, иначе вы будете получать разрывы и разного самого неприятного тока. Вот эта синхронность – это очень большая проблема, ее надо решать. Собственно, еще раз повторю свой тезис по поводу различных согласований, проверок. Очень многие студии, особенно маленькие, почему-то этим страдают, они наслушаются рассказов великой компании Qsoft и делают так же, как делают большие. Но нельзя в крохотной компании внедрять менеджмент и процессы такого уровня. Надо быть проще. Вот любая сложная проверка, любой дополнительный этап согласования, он будет сжирать ваши ресурсы, ничего не привнося. Когда мне приходят и говорят, а давай мы будем макет вот на этом этапе показывать еще вот Пете. Вот, конечно, на качество это влияет хорошо, но вы создаете трамвайную остановку в процессе. Вот таких вот этапов надо делать как можно меньше, и поэтому вам, как руководителю, обязательно надо держать на этом фокус и личное внимание. Но я, собственно, перехожу ко второму тезису. Когда вы строите такую систему, на мой взгляд, у директора, у первого лица должно быть как можно меньше вопросов операционных, текущих, за которые отвечает лично он. То есть у генерального директора в компании, в которой работает 30 человек, не может быть своего проекта, которым он руководит. У него не может быть какого-то ключевого клиента по продвижению, с которым разговаривает только он. Должны быть ответственны за все это. Но при этом он должен носовать свой нос везде, куда долезет своим носом и видеть проблемы. Вот когда кто-то приходит поговорить, я всегда готов поговорить, ездить, помочь, но постараюсь акцентировать, что ответственность при этом на меня не переезжает. Это ваша ответственность. Это очень помогает правильным здоровым мозгам у людей и не вешает на вас вот это болезненное чувство, боже, боже, я сейчас все испорчу. Это очень неприятно. Ну, собственно, вот такая вводная религиозная часть закончена. Я расскажу, собственно, как я это делаю. Самое первое — это стратегия. Выглядит это следующим образом. Значит, Новый год закончился, 2 января, все пьют, спят, гуляют, уехали на Бали. В первый рабочий день, когда у вас работает голова, рано утром проснитесь, возьмите лист бумаги, если вы этого еще не делаете, и напишите, какие проблемы, какие возможности и чего я хочу. Вы имеете право хотеть что угодно. Вы руководитель, возможно, вы собственник этой компании. Хотите в два раза больше денег? Так и напишите «хочу в два раза больше денег». Ну, при этом очень полезно, просто чтобы не отрываться от реальности, ну, произвести такой упрощенный, ну, свод-анализ это называется в умных книжках, какие проблемы есть в компании, такую краткую характеристику. Вот напишите эту бумажку на одном листе. Ну, еще не поздно, еще январь. Некоторые все еще пьют. Напишите. То есть я это начал делать, это удивительный эффект. Пока я этого не делал, такое ощущение, что мы как-то плыли по течению. И сформулируйте свои пожелания. Я хочу, чтобы мой отдел разработки сдавал 20 крутых проектов в год. Ну, попутно вы обнаружите, что он не может 20, а может только 10. Ну, хорошо. Второй шаг. Стратегии – это хорошо. Вы написали план на одном листе. Кто его будет реализовывать? Мы уже прошли тот этап, когда все делаете лично вы. У вас есть команда. Она состоит из исполнителей хороших, менеджеров хороших, руководителей отделов хороших. Вот этот план совершенно категорически необходимо превратить, эту стратегию категорически необходимо превратить в план. План – это то, как мы будем достигать. Для этого проводится следующее мероприятие. Собираются ответственные те, кто это будет делать. Ну, они в общем в курсе. Они же у вас не вчера начали работать. Какая ситуация в компании? Вы им рассказываете, ребята и девушки. Вот такая ситуация. Мы ставим вот такие цели. Я считаю, что это возможно. У меня есть ответы на вопросы, как это делать. Ну, вы остаетесь, как руководитель и собственник, самым компетентным человеком в компании. В организационных моментах уж точно. Вы говорите, ну давайте вы придумаете, как вы будете этого достигать. Ну, конечно, хорошо бы, чтобы они при этом были замотивированы и хотели. Вот такой план каждый руководитель отдела направления, менеджер пишет себе сам. Сначала я сделал ошибку, я написал эти планы за всех. Ну, выходные новогодние длинные. Вот я написал, и вот потом посоветовался с, ну, я имя назову, с Алексеем Саминским, который вот на подобных сценах на конференциях Битрикса выступает. Он сказал, не надо, убери план, пусть сами напишут. Вот эту стратегию надо продать, чтобы они начали ее слушать. При этом, конечно, надо слушать обратную связь. Если вам говорят, да ты что, нереально, вот здесь я не согласен, давай другое. Ну, это же ваша команда. Слушайте, редактируйте стратегию, все в порядке. Слушайте. Когда люди зажглись, и они поняли, что можно. Кстати, вот я обнаружил, что сам факт существования такого документа в компании, что шеф не просто ходит на работу, ни черта не делает до 7 вечера и идет домой, а еще вот какой-то там документ написал, и в нем есть ответы на какие-то вопросы. Причем сотрудники его не видят, рядовые. Это очень важная вещь, такая идеологически важная. Ну и, собственно, этот план вот весь год реализуется. Этот план, да, с кварталом мы меряем успехи и так далее. Я, собственно, хотел остановиться как развитие темы на том, что я мониторю. Еще раз повторюсь, вот как мониторить абсолютно все, ну, надо автоматизировать и учитывать абсолютно все и в реалтайме видеть статистику. Мы не тратим на это сильно много сил, я просто покажу те числа, на которые смотрю я, на основании которых я делаю выводы. Самое простое, что смотрится постоянно. Это график роста финансового к прошлому году. Очень несложно все это делается. Смотрите деньги на текущую дату, там сегодня 30 января, смотрим, что у нас было 30 января 2014 года, 30 января 2013 года и так далее. В вашей стратегии или в плане обязательно будет понятие роста. Ну, без него нельзя, да, там может быть отрицательный рост, может быть не падение. Мониторьте. Это очень просто. Самое важное, без чего у вас будут те самые очень неприятные разрывы. Продажи за месяц, факт к плану, выход к входу. Ну, факт к плану, это простая вещь, да, вы запланировали миллион продаж в месяц, делаете 300 тысяч два месяца подряд. Естественно, у вас будут проблемы. Выход к входу, это тоже проблема, которая очень легко прозевать. Вот Майя из компании 1С Битрикс рассказывала про эту проблему, что когда продажники перепродали настолько, что там образуется гигантский затык и потом просто некому это производить. Мы в это вляпывались неоднократно. У меня на следующем слайде будет такое понятие. Мы ввели понятие слота у менеджера. То есть, если у менеджеров кончились слоты, мы больше не продаем. Вернее, мы продаем немножко хитро. И еще очень важная штука. Если у вас есть регулярные платежи за рекламу, за сопровождение, за хостинг, за Битриксы, за продление, я люблю смотреть дебиторку. Она всегда есть. Сколько нам должны денег? Если дебиторка резко пошла вверх, то либо вы начали плохо работать, был такой случай, сменили человека на направлении, резко поползла дебиторка вверх, либо у рынка проблемы. Вот мы смотрим, как мы сейчас градус кризиса меряем, насколько сильно растет эта штука. Ну, пока растет, кстати, не очень сильно. То есть, долги подросли у людей, но не очень сильно. Это настрой рынка по отношению к вам, настрой рынка вообще. Я тоже на это смотрю, и мне это помогает определить температуру по больнице. Процессные показатели по отклонениям. Если у вас есть программные отделы, они делают какую-то выработку. Эту выработку надо смотреть и реагировать на отклонения. Ну, простая, в общем, вещь. Если вы занимаетесь рекламой, то рекламных контрактов у вас может быть очень много. Вы не можете, как руководитель, влезть во все. Сделайте очень простую вещь, которую, вот я у нас, у нас она внедрена, я на нее смотрю раз в неделю, раз в две, раз в месяц. Просто некий интегральный показатель качества. Если это SEO, средние позиции по всем сайтам, которые вы продвигаете. Если это контекст, то, ну, не знаю, какой-то другой показатель можно мерить, который соответствует ему. Просто интегральный показатель. Если он у вас там болтается, там 53, 54, 53, 54, а потом 20. Вот у нас было такое в прошлом году. Было 54, а потом 20. Там неважно, что это за число. Ну, сразу повод напрячься и не залезать вглубь, не тратить очень много времени. Тут понимаете, в чем все ноу-хау? Как не тратить огромное время на мониторинг процессов? Мерите что-нибудь простое. И вот про эти самые слоты. Ну, в большинстве студий есть такая штатная единица менеджер проекта. Правильно ее отделять от менеджера по сопровождению и от менеджера по продажам. Ну, про это рассказано много докладов. По-хорошему так надо делать. Неважно, сделали вы это уже или нет. Вы сформулируете для себя, сколько проектов такой человек может вести. Вот мы для себя сформулировали. Это четыре больших проекта и, ну, семь маленьких, считая, полудохлые. Вот, и реально надо смотреть, потому что, когда в запарке там рынок безумствует, все все хотят, продажник хочет премию, и вы взяли и перепродали. Вот, уже давно надо было нажать стоп, а вы не нажали. Это отложенная проблема, вы сами себе ее сделали. Вот мы мониторим, сейчас есть два свободных слота, это значит, что два контракта мы еще заключим. Следующий заключать не будем. Часто спрашивают, а что делать в этот момент? Ну, я не открою Америку, надо говорить то, что часто говорят с консультантами на эту тему. Продавайте со строчкой. Вы говорите, да, мы начнем, вот договор, работа начнется 1 апреля. На нашем рынке принято говорить, что уже пожар, уже вчера, уже все улетело. Практика показывает, что очень редко, ну, пока я не знаю, у нас такого ни одного случая, что клиент ушел ровно потому, что мы не начали вот завтра. Они могут идти из-за денег, вы им не понравились, они встретили суперменов бесплатных. Но вот от того, что вы не начали завтра, я такого не видел. Ну, бывают, конечно, экзотические случаи, но вот это очень важно. Не создайте себе локального перегруза. Маркетинговые показатели. Ну, тоже, на самом деле, все очень банально, но мы это меряем, и это очень информативно. Число входящих обращений. У меня уже в течение лет, наверное, трех, вот только сейчас мы перестали это мерить, считался такой смешной показатель количества входящих звонков. Он очень показывает бизнес-активность. Нам звонят по разным поводам, ну, в общем, по профессиональным всегда. Если у нас в апреле звонков было 90 в неделю в среднем входящих, а в августе их стало 30, то у этого есть конкретная проблема. Вот я так однажды обнаружил, что у нас московский номер телефона уже месяц как заблокирован. Это я понимаю, что это смешно. Я признаюсь в собственном раздолбайстве, я уже настроил автоплатеж, не пинайте меня. Но вот была такая проблема. Еще раз повторю, это все мониторится с целью, чтобы дешево обеспечить руководителя или ответственного аналитикой. Очень дешево. Источники обращений. Это важнейшая вещь. Я вот могу сказать, мы только недавно, наконец-таки, добились того, что процентов 50-70, ну, 50, честно, 50. 70 – это какая-то внезапная удача. Обращений мы точно отслеживаем их предысторию. То есть был ли человек у нас на сайте, какую статью читал, посещал ли страничку с ценами, видел ли портфолио, заходил через Facebook. Вот эта информация, она очень полезна. Потому что, ну, вот у нас плохие позиции с точки зрения SEO. То есть разработка сайтов Москва – ноль, разработка сайтов наш родной Волгоград – ну, где-то там вторая десятка. Хотя мы там в рейтинге битрикса высоко и вообще вроде как известные люди. Меня это перестало парить, когда я понял, что мы вообще не получаем обращений с поиска, даже когда у нас были позиции. Был период, когда были хорошие позиции, нет обращений с поиска хороших. Мы смотрим. Источники обращений очень важны и читаем эту информацию. Посещаемость сайта, качество аудитории. Ну, вот у людей, которые занимаются нашим сайтом, ну, показатель. Увеличивает среднее время, увеличивает среднее количество страниц. Увеличивает. Коллегам из компании 1SBITX будет приятно. Мы очень внимательно мониторим наше место в рейтинге. Отдельно по корпоративным сайтам, отдельно по интернет-магазинам. Если там молодцы, что-то сделали, с 19-го прыгнули на 14-е, ну, отлично. Если просели на 29-е, значит, какая-то засада, надо же этим что-то делать. И известно же, что делать на самом деле. Надо просто сделать. Ну, и SEO, если вас оно все-таки интересует. Проектные показатели. Я думаю, это будет интересно людям, у которых много проектов. Как мы смотрим? Раз в неделю проводится планерка по проектам. Фиксируется стадия. Стадии пронумерованы, их там 7-10 штук. Мы смотрим, какие проекты, в каких стадиях, сколько времени находятся. Если слишком долго в одной стадии, можно сделать вывод. График. Этот график имеет форму бутерброда. Я вот жалею, что не привез скриншот. Показано, какой работой у нас больше всего стоит в очереди. То есть может, например, в очереди стоять очень много верстки. Если верстальщик собирается в отпуск, то не надо его отпускать. Ну, такая простая вещь. Она строится из Google автоматически. Не сложно. Качество работы. Как проще всего оценить качество проекта? Ну, с точки зрения студийной. То есть не как клиент это воспринял, а как мы отработали. Мы меряем очень простую вещь. Меряем, еще раз скажу, эпизодически, но она прекрасно показывает. Это отношение такого показателя, как бакфикс плюс хотелки, сколько времени оно съело, к общему проектному времени. Вот мы для себя вывели константу, что бакфикс плюс хотелки по-хорошему не должны весить больше, чем 15% бюджета производства. Почему я не разделяю бакфиксы и хотелки? Потому что это религиозный вопрос, как их разделить. Это очень сложный вопрос. Вот только на обсуждении его можно укопать огромное количество энергии всех сотрудников веб-студии. Не надо. И второе. Количество хотелок зависит тоже от качества вашей работы. Чем лучше вы работали с клиентом менеджерски, тем меньше у вас будет доля хотелок. Или у вас пресейл накосячил и продали какую-то ерунду не тем людям. То есть вот это отличный показатель. Отличный. Если я вижу, что там 10%, молодцы, каждому руку надо пожать. Если 40%, ну извините, как говорил Каганович, был такой советский деятель, у каждого косяка есть фамилия, имя и должность. Его надо найти, автора этого косяка. Расстреливать не надо, а найти надо. Следующее. Мы считаем такой очень простой показатель, как эффективная стоимость часа. То есть мы берем деньги проекта и делим их на время проекта. Проще не бывает. Разброс огромный. В пять раз отличается самый доходный и самый недоходный проект. Ну это та точка, над которой мы будем работать. Но это очень простой показатель, его достаточно просто посчитать. И мы внимательно мониторим попадание в оценки, потому что если в проекте участвуют какие-то новые люди, или это сильно рискованный проект, необычный, надо как можно раньше оценивать, насколько вы не попадаете в сроки. Вы хотели сделать верстку за 80 часов, а почему-то делали 180 часов. Ну опять-таки почему? Цель всего этого как можно раньше включиться. Как можно раньше включиться, как можно меньше косячить. Ну собственно про методы управления. Тоже такой, наверное, ничего нового особо не скажу. Есть дилемма. Можно брать на работу условных троечников. Это исполнители. Это люди, которые знают, что делать. Пришел, начал делать. Им не опасно доверять никакие секреты, потому что они не смогут ими воспользоваться. Они будут работы делать медленно, спокойно, не очень хорошо. Есть компании, которые надо строить так. Это сервисные компании, которых не нужна высокая квалификация. Я вот для себя пришел к выводу, что гораздо правильнее брать на работу реально талантливых людей. Вот реально талантливых. Которые будут гореть, хотеть, создавать внутреннюю конкуренцию в хорошем смысле, чтобы она не возникла в плохом, но это ваша задача. Я для себя выбрал концепцию мало отличников. Сейчас отличников уже много, но все-таки не берите троечников. Очень важный момент. Надо продолжать общаться с каждым человеком. В компании у нас 30 человек. Физически сложно поговорить с каждым хотя бы один раз в неделю. Честно, повода нет. Но зачем я пойду разговаривать с программистом поддержки? У него все хорошо. Он задачи закрывает. Он сидит. Ему тепло. Зарплату получает. Задачи ставятся. Будут проблемы, я надеюсь, он сам ко мне придет. Казалось бы, нет повода с ним разговаривать. Но надо с ним разговаривать. Иначе он от вас уйдет, он не будет знать, кто вы вообще. Потому что его брал на работу начальник отдела, вот тогда вы его видели. Зарплату он получает на карточку или вы ему выдаете. Вы кто? Вот очень важно быть таким коллективным папой для всех. Ну или мамой, если вы женщина. Вот я считаю своей задачей, над которой я работаю не очень хорошо, но я считаю ее очень важной. С каждым разговаривать. Минимум раз в месяц, по-хорошему раз в неделю. О чем разговаривать, это вопрос, конечно. В какой-то крупной компании говорят, великий API для менеджеров среднего звена поговорить с подчиненным. Это был ад, потому что они не знали, о чем разговаривать. Подчиненные ходили как на порку, потому что надо же сходить, да, о чем разговаривать. Но это проблема. Следующий момент – это KPI. Я на следующем слайде покажу, что я называю KPI и как мы это используем. У нас есть ежедневные микроотчеты. Есть KPI, которые считают людям зарплату. Это очень важно. Вот такой микроменеджмент позволяет держать руку на пульсе каждого сотрудника. Непосредственных подчиненных у меня 5-6 человек. Но ежедневные вот эти вот отчетные документы я просматриваю примерно у половины сотрудников. Заглядываю, смотрю, что написали, что написал руководитель и закрываю. Надо держать руку на пульсе, это очень важно. Open space. Я понимаю, что вы не кинетесь после моего доклада и даже если решите завтра менять офис. Ну вот мы сидели в разных офисах, у нас уже сейчас четвертый или пятый офис за время существования компании. Open space – это лучшая форма. Что такое open space? Первый этаж, второй этаж, никаких вертикальных перегородок. Программисты сидят условно отдельно, зона обозначена. Но всех видно, понятно, чем они занимаются. Можно, плохая практика, но можно. Снять наушники и сказать, Вася, дай поговорим. Ну и Вася с тобой поговорит. Иногда не вставая со своего места. Когда все разбиваются по комнатам, поставили мониторы в стены, падает. Падает производительность, это неприятно. Важная штука – профессиональный рост. Может быть, я фашист, но я декларирую этот принцип в очень жесткой форме. Профессиональный рост на нашем рынке является обязанностью каждого сотрудника. От стажера до генерального директора каждый обязан профессионально расти. Измеряется очень просто. По-моему, Лебедев это в блоге написал очень ярко и таким словом. Вот ты за последние полгода себя спросите, своих сотрудников спросите. Ты за последние полгода чему научился такому? Что сделал? Что ты не делал раньше? Ну вот назови мне одну вещь. Когда человек перестает это делать, во-первых, он перестает соответствовать рынку, во-вторых, у него пропадает драйв, нервные клетки достроились, как говорят, и все. Вот это обязательно. Ваша задача сделать из этого определенную систему. Ставить смарт-задачи, давать книжки читать, воспитывать. Мы проводим вот такую вещь, она у нас называется виски-брейк. Сам термин мы бессовестно украли у Владимира Завертайлова. У нас это проходит несколько по-другому. Раз в месяц у нас проводится в компании, в офисе прям, у нас офис позволяет. Такая узаконенная пьянка, значит, пицца, виски, пиво, в общем, ну это обходится там 5-7 тысяч рублей, считая алкоголь. Мероприятие проводится в формате два тематических доклада на тему. Причем обычно есть добровольцы. То есть кто-нибудь из программистов говорит, а давайте я вам расскажу про Эджайл. Ну давайте нам расскажешь про Эджайл. Понятно, что дизайнеры не пойдут, скорее всего, слушать про Эджайл, но мы стараемся разнообразить, чтобы пришли все. Пока двое рассказывают, ну один доклад, второй доклад, все остальные пьют и задают вопросы. Ну в среднем от половины до двух третей компаний ходят на эти мероприятия. Сначала мы это делали в субботу, плохая была явка, потом после рабочего дня в пятницу плохая была явка, ну и вообще не хотят люди. Сейчас найдено, мне кажется, золотое решение, за час до конца рабочего дня в пятницу стартуют мероприятия. Вроде и не слиняешь, потому что еще рабочий день. Вроде и первый доклад послушал. Если тебя не доклад, не вискарь не привлекли, ну иди домой. Ненаказуемо. Но мы это проводим уже, наверное, три года, каждый месяц. И, в общем, это, ну мне нравится, как это проходит. Есть и другие формы тимбилдинга, но вот это у нас укоренилось и работает хорошо, мне кажется. Кстати, мы одно время завели практику снимать их на ютубе. У нас там штук 12 опубликовано в нашем канале на ютубе. Это, конечно, с точки зрения видеосъемки полный трэш, но посмотреть можно. Там, как меня забанили на хабре, там, отличный рассказ, мой длиной в час. В общем, все хорошо. Последний информационный слайд, самый занудный, самый программерский. Как считается зарплата? Еще раз повторю, у нас нет большой автоматизации. Почти все, о чем я рассказываю, считается в Google доках. Вы можете прямо сейчас, чтобы следить за моим докладом, открыть эту ссылочку. Intervol.gru.slash.kpi. Благодаря CMS1s.bittrex это быстрая ссылка вас redirected на гугловский файл. Имеет следующий вид. Один месяц – это один лист в гугловской таблице. Гугловский файл соответствует фамилии человека. То есть есть Иванов, у него есть лист под названием февраль или январь. Вот он, допустим, некий месяц. Одна строчка – это один день. Там нехитрая формула, все-таки мы же программисты, да, хоть и в завязке. Формула считает автоматически единичку ставит тогда, когда этот день рабочий и он уже прошел. Ну, то есть вот это у меня показано состояние на 8 февраля, это воскресенье, поэтому вот первая неделя подсвечена. Значит, единичка – это значит план. То есть у тебя в этот день должно быть, ну, какое-то число записано. Двигаемся дальше. У человека, вот у этого конкретного мифического персонажа, у него, значит, 4 KPI, 4 целевых показателя. Это самооценка. Прекрасная вещь – самооценка. Если у тебя все было хорошо, ты сам себе ставишь единичку. Пришел на работу, не накосячил, подвига не совершил, работал. Ставишь единичку. Если ты совершил подвиг, что такое подвиг? Взял на себя несвойственные обязанности. Допустим, пришла налоговая проверка, ты включился, грамотно что-то завернул из гражданского кодекса, они ушли. Ну, явный подвиг, молодец. Или ты внезапно сделал что-то, чего от тебя не ожидали. Нарисовал шедевральный дизайн, и у тебя его приняли за один день. Смело ставишь себе 2, двойка. Это подвиг. Ну, бывают косяки. 0, минус 1, минус 2 и так далее. Вот эта штука называется шкала ожиданий. Не буду рассказывать, погуглите. Известная вещь. Значит, микроотчет. Весь день работал, стартовали проект. Здесь я придумал такие показатели, они не очень реальные, я показываю, как это работает. Некий сбор денег. Вот у человека был план 200 тысяч в месяц собрать. Он собрал 100. 4 февраля и 5 собрал 20 тысяч. Молодец. До выполнения плана ему еще 40%. Есть смарт-задачи. Тоже не буду углубляться, вы знаете, что такое смарт-задачи наверняка. Некие задачи важные, емкие для компании, которые он должен решить. Норматив 5 задач в месяц. Вот он одну решил, вторую решил. На практике мы сюда комментарием вставляем ссылку на BITREX24, чтобы понять, что была за задача-то вообще. Дальше самое интересное. Его непосредственный руководитель, это может быть любой человек, ставит сюда оценку по той же самой шкале. 1, 1, 2. Разбирался с BITREX, сдал тест, я ему пишу герой, ставлю 2. Ну если это был менеджер. Очень полезно иногда менеджеров заставить пройти программерские тесты по BITREX. Косячил, сдал сайт с ошибками, я ему пишу минус 1, очень плохо. Это все внизу суммируется нехитрыми формулами. Обращаем внимание на веса показателей. 10% это его самооценка. Имеет, поверьте, коллеги, гигантское педагогическое значение. Если человек накосячил, сам себе поставил ноль и говорит, ну, накосячил. Вы можете ему не ставить как руководитель плохую оценку, потому что, ну, осознал и справится. Мы же, понимаете, эта цель не запрессовать, не заплатить поменьше. Цель всей этой конструкции заставить его думать о том, что он делает. Вот так мы заставляем. Если он не понял своего косяка, здесь может появиться и ноль, и минус один, и минус два. А вес оценки руководителя вот у этого конкретного субъекта 50%, огромный. Стажером я вообще всегда создаю два показателя. Самооценка и оценка руководителя. Все. Все остальные более детальные кипя и потом будем разрабатывать. Самооценка и оценка руководителя. Значит, сбор денег, смарт-задачи 30 и 10% соответственно. Это все умножается на его зарплату, ну, например, 30 тысяч рублей. Вот у него прогноз зарплаты 20 тысяч 100 рублей. Плюсы. Эта штука заполняется каждый день в добровольном принудительном порядке. Два дня подряд забыл, голосом скажут замечание. Пять дней подряд забыл, получишь ноль. Не за всю неделю, за один раз. Люди всегда видят, сколько они получат денег. Сюда же при желании можно подтягивать любые показатели из любых систем. Вы меня спросите, почему все это не построено на системе 1С Битрикс, например, на ежедневных отчетах. Это началось у нас работать раньше, чем в Битриксе появились ежедневные отчеты. Просто не стали перестраиваться. Вот эта система у меня работает уже больше пяти лет практически в неизменном виде. Эти кипяи имеют все, кроме главного бухгалтера. То есть 29 человек имеют вот такие таблички. Их администрирование обходится в ноль рублей. Вот ничего делать не надо. Формулы пишу я. Спасибо. Я уложился в регламент. Поотвечаю на ваши вопросы. Их явно есть. Спасибо большое. Давайте буквально два вопроса. Остальное в кулуарах, потому что иначе вы не успеете даже кофейку попить. У нас кофе-брейк, поэтому давайте пооперативней. Скажите, есть ли у вас штатные дизайнеры? Да. Как посчитать кипяя дизайнера? У дизайнера есть следующая конструкция. У него есть самооценка. У него есть оценка руководителя, разбитая на две. Качество работы и организационные моменты. Успел, не успел. Общался, не общался. Уточнял, не уточнял. Не ошибся ли он в организации? И мы очень часто, если дизайнер сделал хороший макет, неожиданно хороший, ну или, например, за плохой макет наказывать неправильно, за хороший мы вот таким образом примеруем, ему в колонку качества графики ставится двоечка. Иногда туда же добавляются какие-то фишки за профессиональный рост. Ну там, не рисовал человек с роду иконок, а тут взял и нарисовал. Туда же пойдет. Понимаете, Excel, вот это же Excel, да, он невероятно гибок. Вы можете туда заложить любую управленческую практику. Если вы ему руками каждый месяц платите зарплату, ну сделайте два показателя, как для стажеров. Самооценка и оценка руководителя. Если там будут два единички в столбик, он получит рубль в рубль свой оклад. Если вы захотите его микропремировать, я не знаю за что, я не знаю за что, ну засуньте это вот сюда. То есть это очень гибкая система. И я ее постоянно подкручиваю, потому что, ну микроменеджмент, понимаете, она позволяет не помнить KPI людей. Она позволяет не помнить, кто конкретно сколько получает. Она позволяет не помнить, а когда вы, Маша, поднимали зарплату. Месяц, вспомните, когда это было. У меня все это в гугле лежит. Ноль рублей. Степан, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, как вы учитываете ситуацию, когда, так сказать, ущерб от текущей деятельности исполнителя превышает, какие-то допустимые нормы, там, не знаю. Накосячил он с оценкой своей работы, и проект на неделю продлился, там, или что-то еще? Если это ответственное лицо, очень ответственное лицо, то это будет учтено каким-то образом в премии, которая считается тоже с этими случаями. Ну, квартальная премия от этого пострадает, например. Обычно моральные внушения. Ну, у проблемы есть источник. Если ему не объяснили, объясните. Если ему объяснили, и он, жестоко игнорируя все правила и нормы, все-таки ошибся, ну, поставьте ему минус два. Такие издевательства, как поставить ему минус два за весь месяц, я не практикую. Мне кажется, что должно быть символическое наказание, как с детьми. Понимаете? Я тобой крайне недоволен. Я на тебя обижен. Целую неделю буду дуться. Очень помогает. Вот так. Спасибо, Степан. Хватит вопросов. Давай мы тебя поставим здесь вот за дверью, и все к тебе подойдут и мучают уже очно. Спасибо большое.